бесплатный сыр только в мышеловку скупой платить дважды поверьте это вот такая проверенная формула всем привет друзья это канал просто о стройке сегодня обсуждаем тему экономии настройки потому что у всех денег ограниченное количество а запросы часто у людей достаточно высоким в чем суть сегодняшнего видео мне постоянно приходят письма максим сколько стоит работа на каркас потому что материал я могу купить со скидкой очень дешево у меня знакомый там работает на базе всегда люди в россии думают что они умнее других вот именно у них есть какие-то прихваты которые позволят им купить в 5 раз дешевле чем у других никто не будет торговать себе в убыток до 10-15 процентов можно получить скидку по знакомству но это никогда не будет 50 процентов или 100 процентов потому что маржа в стройматериалах не такая большая там сами компании часто получают 5-10 процентов и на этом то вот как раз и живут за счет большого опыта поэтому никто в убыток торговать не будет да и продавать по себестоимости скорее всего тоже никто не будет если это там я не знаю ваш прям отец сын или брат это с братом я бы еще поспорил поэтому не нужно пудрить мозги другим и в первую очередь себе и думать что вы можете бесплатно достать стройматериалы на целый дом да возможно вы сэкономите 200 300 на 400 тысяч но там миллион 600 материалов все равно останется при этом у нас еще есть миллион там миллион двести работа и вот это вместе меньше чем там два и восемь три миллиона на сто квадратов просто быть не может то такие люди надеются я не понимаю или как мне тут еще написали вот бы кто расписал какие материалы хорошие какие плохие чтобы купить дешево хорошие материалы а дорого плохие не покупать люди верят чудеса и они думают что на рынке есть хорошие но дешевые материалы а есть там плохие но дорогие вы поймите что рынок он сам определяет цену то есть цена обычно соответствует качеству товара по большей части просто потому что конкуренция очень большая поэтому если утеплитель стоит свои денег там 2000 рублей за куб то он именно настолько и качественный если полторы чуть менее качественный да ну и там еще от свойств зависит но в целом при одинаковой плотности при одинаковой теплопроводности если утеплитель стоит какой-то дороже то значит он более качественно сделан там меньше формальдегида или там больше плотность до бывают какие-то оптимальные варианты для каких-то на специальных мест например каркаса что в пол можно утеплитель низкой плотности брать ну или к вату то же самое с перекрытием вот но нельзя купить в стены утеплитель нормальной плотности дешевле чем он должен стоить никто вам такое не распишет чудес нет вот вам рынок ничего дешевого на нем нет и если вы покупаете что-то дешевое то скорее всего вы за это чем-то платите вот так вот друзья вот и и вот это самое что меня удивляет если люди считают себя умнее других но это то же самое когда ты едешь на машине все едут все спокойно в пробочки кто-то едет по обочине он думает что он самый умный но часто его в конце ждут гаишники или его потом не пускают в полосу или там он проколит колесо то есть его ждет там какая-то ловушка так и тут пиломатериалы за 10 тысяч куб когда цена 22000 уже наверняка полное говно то есть они хреновые дырявые гнилые сырые то есть из них можно построить будет только сарай бесплатный сыр только в мышеловке при этом сейчас еще и с этим долларом все настолько подорожало что старые бы цены оставить и вы уже были бы в шоколаде на самом деле но за последние полгода на 30 процентов подорожал металл на 50 процентов подорожали пластиковые окна и даже пиломатериалы подорожали чуть ли не на сто процентов то есть если вы сейчас найдете сухую строганную доску по 18 это будет успех на самом деле люди уже по 22 тысячи берут и еще радуются если на хорошего качества и мечтать о том что вы купите дешевле вообще не стоит вам нужно мечтать чтобы купить по старой цене если вдруг где-то у вас есть прихват и вам продадут какие-то старые остатки потому что сейчас цены просто мрак поэтому когда я говорю что дом 100 квадратов выходит четыре с половиной миллиона вы никогда не построить его за два с половиной не своими руками смесь вы сами торгуете стройматериалами вы сможете построить его ну за 4 200 до 300 тысяч ну ну 500 край на меньше 4 миллиона все равно не получится никогда у вас не получится за два два с половиной причем я понимаю вот это желание сэкономить это совершенно нормально но только в россии почему-то все думают что они самые умные именно у них получится вот сосед построил за 5 миллионов там я построил за 5 миллионов а у вас именно получится два с половиной и главное ведь снял видео где показал просто по копейке сколько я сам потратил пять лет назад на дом сами своими руками то есть цену материалов причем когда когда сейчас пил материалы когда сейчас уже все выросло в полтора раза по цене показал все и при этом нет 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 у нас 100 квадратов чужими руками за ту же сумму выйдет то ли бесплатная рабочая сила это нереально то ли бесплатные материалы что тоже нереально кого вы обманываете вот напишите в комментариях кто знает таких людей которые всегда думают что им все достанется на халяву а когда им это не достаются они типа в шоке от мира как так ведь я все планировал все должно быть так ведь ему знакомый продай мне бесплатно а там чувак такой ну блин закупочные цены дорогие сейчас нет ничего дешевого вот эти сделал максимальную скидку там 10 процентов ни у кого такой нет причем самое смешное что часто те кто экономит они на чем-то другом гораздо больше потратят то например тому некачественные материалы которые впихнут им придется там их переделывать или менять ремонтировать до скупой платить дважды поверьте это вот такая проверенная формула вы сэкономите здесь вас обман где в другом месте и материалы низкокачественные клиент бракованные либо где-нибудь доставки прибавить в комплектующих добавят никто не будет торговать себе в убыток дешево или бесплатно продают только не нужно а не нужно это всегда некачественные вот так если кратко друзья такой пост уже у меня накипело потому что очень часто я получаю такие сообщения все постоянно просят показать немного своего сарая не знаю тут сейчас темновато но сарай примерно вот такой тут меня висят самокаты велосипеды тут пока очень мусор на полке значит вот то есть он 6 на 4 там у меня полуторный этаж еще на котором тоже все хранится то есть достаточно удобно но цену вам пока не буду называть это будет сюрпризом когда я сниму уже видео про этот сарай как я устроил собственно очень быстро и мне очень понравилось и про его бюджет подписывайтесь поэтому и не пропускайте ну и ставьте лайк вот сейчас вот здесь вот видите вот здесь планируется как раз наш проект гаража вот здесь между штабелем и забором вот здесь как раз от гараж и будет ну что пойдемте в дом уже холодно друзья если вам понравился этот ролик лайкайте подписывайтесь нажимайте на колокольчик да не забывайте также делиться с вашими друзьями этим видео потому что тема действительно очень важная очень многие люди идут стройку не понимая сколько им это будет стоить надеются на халяву надеяться на знакомых там связи и это очень большое заблуждение чудес не бывает дом дешево стоить не может особенно в данной актуальной ситуации всем пока до следующего видео